На ННТ новости Дагестана, в студии Махач Курбанов. Коротко о главном. Кредитор или вымогатель. Мужчина, требовавший 13 миллионов, у жителя Каспийска задержан. Четыре победные встречи в один день. Дагестанский борец Магомед Ярбилов пробился в финал чемпионата России. Четыре с половиной года в колонии общего режима предстоит провести Шамилю Исаеву. Такой приговор бывшему вице-премьеру Кабмина Дагестана вынес Лефортовский районный суд Москвы. По версии следствия, Исаев присвоил деньги, направленные на улучшение одной из туристических баз республики. Средства, выделенные по инвестиционной программе, были получены по мошеннической схеме. Причиненный таким образом бюджету республики ущерб составил 35 миллионов рублей. Пойман мужчина, вымогавший 13 миллионов, у жителя Каспийска. В полицию обратился 43-летний каспийчанин. Он рассказал, что уже два месяца у него вымогают деньги его знакомые. Дело в том, что некоторое время назад он с приятелем ввел совместный бизнес, который вскоре распался. В результате чего заявитель остался должен своему бывшему бизнес-партнеру 5 миллионов рублей. Но в последнее время к нему стали поступать угрозы физической расправы по телефону от незнакомого лица. Требование было одно – вернуть не 5, а 13 миллионов рублей. При передаче части вымогаемой суммы в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей полицейскими с поличным был задержан предполагаемый вымогатель. Собран материал для принятия процессуального решения. Установлено, что злоумышленник требовал указанную сумму денег под угрозой физической расправы. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное статьей 163 Уголовного кодекса РФ «Вымогательство». В настоящее время устанавливается круг лиц, возможно, причастных к совершению данного преступления. Две недели без воды. В суровую зиму жители села Харахи в Хунзакском районе оказались без самого необходимого. 3 января на местном водопроводе произошла авария и теперь до весны людям воду в село уже точно не проведут. Как обходятся без воды местные жители и какой выход из ситуации видит районная администрация, расскажет Хадиш Курбанова. Здесь, между этих вот гор, находится главная проблема жителей села Харахи. Старый водопровод не выдержал заморозков и лопнул. Местные жители уже две недели без воды. На этот раз беда пришла туда, где ее как раз таки ждали. Неожиданностью коммунальная авария в Харахи не стала, ведь случилось не на пустом месте. Это следствие затянувшейся проблемы. Дело в том, что водопроводу уже свыше 40 лет. Его срок эксплуатации истек еще 20 лет назад. И об этом знали все, но никто не думал, что подвезти он может в самый неподходящий момент. Так таскаем. И не близко, далеко мне таскать надо ее. И суставы болят, и спина болят, все равно придется таскать. Что делать туда? Надоело, конечно. Кому нравится это. У каждого дома вода. Привыкли. А зимой нету, особенно когда нужно, нету воды. Селение очень большая проблема. Как эта вода поступала в селение лет 40? С тех пор здесь эта проблема есть. Но такой проблемы, как сейчас, не было. Было и в 2017 году, но никто не зашевелился. И в 2014, и в 2013 году было. Даже внимания не обращают. И не раз я думаю, за что наши предки воевали? За что они умирали? За то, что мы вот здесь ходили без воды, что ли? Сходим, говорят туда, по всем инстанкциям раньше ходили. Но результаты сегодня мы видим, машина здесь стоит. Водовоз сейчас вынужденная мера. Это все, что могла предпринять в кратчайшие сроки местная администрация для временного решения проблемы. Воду возят из соседнего села. Каждые три дня по 10 тонн воды на более чем тысячи жителей. Этого, конечно, хватает, но вести хозяйство в таких экстремальных условиях чрезвычайно тяжело. В семье Кайтмазовых маленький ребенок воду до дома носит муши из центра села и ходить приходится по несколько раз в день. Все было тяжело, когда особенно привыкаем к комфорту, когда из крана идет вода. Непривычно без воды. Но справляемся. Берем воду из бассейна для посуды, посуду мыть, овощи, фрукты все помыть. Исправить проблему сейчас не представляется возможным. По словам местных властей, по сугробам невозможно добраться до источника проблем. Абсолютно невозможно и морозы, и снег. На равнине снег не особо толщина, но в данный момент именно в горах снег. Хорошие глубины сугробы высотой, одноэтажный дом однозначно. Ни пешком, со всем обмундированием, ни на машинах невозможно подступиться к этому месту аварии. Такая ситуация с подвозом воды сохранится до весны. Но даже тогда просто залатать проблему, как это делалось в предыдущие годы, не получится. Водопровод нуждается в полном обновлении. И здесь это понимают все. Мы решили выяснить, что думает об этом районная администрация. В этом году заложены средства, в смысле будут выделены средства в размере 35 миллионов рублей. Это и республиканский бюджет, и федеральный бюджет. И в этом году мы постараемся построить новый водопровод. То есть система водоснабжения полностью... Да, заменят эти старые, это самое. Оно было в перспективе, вопрос был стоял только в деньгах. Нам в этом году обещали 35 миллионов рублей именно на эти плоды проводят. Работы начнутся уже в этом году. 35 миллионов из регионального и федерального бюджетов уже выделено. Пойдут ли деньги в нужное русло, мы сможем узнать только через год. Ну а пока жителям села Харахи предстоит нелегкая зима с баклашками наперевес. Хадижа Крубанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Хунзахский район. В Дербенте после капремонта сдан многоквартирный дом. По этому поводу состоялось торжественное мероприятие. В здании, построенном в 80-х годах прошлого века, рабочие полностью заменили кровлю. Ход ремонта контролировали сами жильцы дома, обсуждая с подрядчиком свои пожелания. Замена кровли была произведена оперативно и качественно. Работой строителей жителей жилого дома остались довольны. Молодцы, что они сделали такую огромную работу и сделали такой большой подарок нам к Новому году. По программе капремонта за 5 лет в Дербенте обновили 50 домов. В этом году планируется провести ремонт еще 13. По словам руководителя фонда капремонта Республики Магомеда Алиева, за капремонт жители платят по минимальному в стране тарифу. Все мы должны знать о том, чтобы других денег для того, чтобы создавать красоту, улучшить жилищные условия, других денег не существует. Все зависит, друзья, от вас. Если мы будем своевременно нормально оплачивать, мы сделаем и фасад. Вы видели, наверное, другие дома, мы полностью меняем инженерку. В Махачкале врачи спасли девочку, проглотившую булавку. Медики Республиканской клинической больницы скорой помощи без операции смогли извлечь из желудка 15-летнего подростка швейную булавку. Девочка взяла опасную деталь в рот и по неосторожности ее проглотила, пока завязывала платок. Врачи сделали рентген, и народный предмет застрял в желудке. Без разрезов и ран с помощью щипцов булавку достали. На все ушло 10 минут, при этом пациентка находилась в сознании. По словам медиков, девочке крупно повезло. Ведь если бы иголка задела легкие или проткнула другие внутренние органы, последствия могли бы быть самыми печальными. Дагестанский борец-классик Магомед Ярбилов провелся в финал чемпионата России. Турнир в эти дни проходит в Новосибирске. Ярбилов, представляющий на соревнованиях Ростовскую область, выступает в категории до 72 кг. Сегодня он провел 4 победные встречи, 3 из них завершил досрочно. А завтра в схватке за золото призеры молодежных первенств мира и Европы будет противостоять заслуженный мастер спорта Адам Курак. Другой наш борец Рамазан Абачараев, уступивший в полуфинале, поборется за бронзу. Всего в чемпионате страны участвует около 300 борцов из более чем 50 регионов. И на этом у нас все. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok